В декабре текущего года в наших кошельках должны появиться новые банкноты. Однако уже некоторые регионы страны, такие как Севастополь, Крым и Дальний Восток, уже могут получить зарплату новыми купюрами номиналом в 200 и 2000 рублей. Любые изменения, связанные с деньгами в нашей стране, особенно в последние десятилетия, вызывают огромный интерес и множество вопросов, таких как зачем, а будет ли повышение зарплат и не вызовет ли это нового витка роста цен. Это экономический ликбез. Давайте попробуем разобраться. Начнем с того, что введение новых купюр вряд ли приведет к росту зарплат, поскольку их размеры не зависят напрямую от наличия свежих банкнот. Хотя вопрос спорный, предлагаю для начала разобраться, какова основная причина всех нововведений. Здравствуйте, но на этот счет пока нет однозначной информации, однако Банк России заявляет, что существует большой разрыв между купюрами в 100 и 500 рублей, а также между 1000 и 5000 купюрой. И для удобства расчета наличкой не хватает чего-то среднего. Вот как раз новые банкноты, по мнению Главного банка России, могут возместить этот так называемый пробел. При этом, как заявляет первый заместитель директора Института актуальной экономики Иван Андропов, новые купюры будут введены не в дополнение к старым, а взамен им. В результате планируется постепенное изъятие из обращения купюры номиналом в 100 и 1000 рублей. Но, как рассуждают эксперты, и я к ним полностью присоединяюсь, реальной необходимости в замене номиналов нет. Давайте представим, мы, например, решили совершить покупку на сумму 250 рублей. Какова в таком случае необходимость в наличии банкноты в 200 рублей, если можно иметь при себе две сотни и один полтинник? Другое дело, что новые купюры направлены на сокращение физического количества банкнот, что может привести к сокращению затрат на их изготовление. Но, однако, принимая во внимание, что новые купюры будут печататься на новой, наверняка прочной бумаге, с наличием большого числа защитных элементов и с применением современных дорогостоящих технологий, то себестоимость такой банкноты вряд ли существенно позволит сэкономить на производстве новых денег. Да, но более того, глава Комитета по развитию инвестиционной среды для бизнеса Московской торгово-промышленной палаты Анна Вовк отмечает, что неаккуратное внедрение новых купюр может привести к нехватке старых купюр в 100 и 1000 рублей и проблемам с выдачей сдачи. То есть, первые возможные проблемы, связанные с введением новых купюр, могут появиться в момент покупки в магазинах. Ты знаешь, складывается такое ощущение, что Банк России таким образом постепенно, но пытается склонить население к безналичной форме платежей. А вот некоторые аналитики с введением новых купюр видят риски, связанные с развитием инфляции, ведь речь идет о введении в оборот новых денег. И тут есть основания так думать. Дело в том, что в последние месяцы отечественная банковская система испытывает не лучшие времена. Все началось с проблем известного банка «Игра», которого лишили лицензии. Далее начинались проблемы с еще более крупными банками, такими как Банк Открытия и Бинбанк. Однако Центральный Банк России не стал действовать радикально и лишать лицензии, а взялся им помогать выбраться из финансовой дыры. Причем помощь эта выражается в проведении так называемой санации, то есть антикризисном финансировании для покрытия банковских долгов. И в одном из интервью федеральному каналу глава Банка России Эльвира Набиулина сказала, что финансирование проблемных банков будет осуществляться за счет дополнительной эмиссии денег. В результате вопрос, не та ли это дополнительная эмиссия, о которой упомянула госпожа Набиулина. Если это так, то безусловно речь идет о росте денежной массы, что в последующем может повлиять на инфляцию страны. Но вот в конечном счете процесс введения новых купюр уже запущен. Как оценят рядовые граждане покажет только время, ну а я сейчас предлагаю пару слов о курсе рубля. Курс рубля на валютном рынке колеблется в диапазоне 57,5-57,20 за американскую валюту. В целом мы видим постепенное и плавное укрепление национальной валюты по причине роста цен на нефть. В ближайшей перспективе котировки нефти будут находить поддержку со стороны покупателей по причине наличия ряда факторов, таких как нестабильность на Ближнем Востоке, в частности в Ираке, и ожидание решения участников соглашения по сокращению добычи нефти о продлении действующего соглашения в 2018 году. Все это в целом может оказать поддержку российской валюте. Ну а пока официальный курс валют от Банка России на сегодня доллар 57,34 рубля, евро 67,46 рубля. Ну а лучший курс доллара в Читинских банках на сегодня покупка 57,7 рубля, продажа 57,55 рубля. Мы говорили сегодня о новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей, которые совсем скоро появятся в обороте. Увидимся уже на следующей неделе. Валютный рынок всегда в движении. Каждая секунда – это возможность заработать на курсах валют. Научись искусству трейтинга у профессионалов. Аль Пари.